Волгафест обещает принести гостям праздника впечатление, возможность прогуляться на набережной по-новому и получить знания о Самарском крае. Фестиваль набережных пройдет в Самаре уже во второй раз. В этом году гостей ждет кинолекторий под открытым небом, музыка, интерактивные программы, шоу воздушных змеев и регата. Организаторы праздника ждут не дождутся, когда можно будет самим посетить площадки. Какие-то площадки еще до самого фестиваля начнут работать, там архитектурная программа начнется открытыми мастерскими еще за неделю до фестиваля на набережных. Я лично с удовольствием бы поучаствовал и потом итогом этих мастерских может стать ряд новых объектов, которые будут на набережных, функциональных или просто декоративных. Но это мне кажется очень классно, когда именно горожане участвуют в создании своей среды, своего города. Фестиваль получил поддержку губернатора Самарской области и Министерства культуры России. Современная городская культура – это новое веяние. Гость становится не просто наблюдателем, а непосредственным участником. В прошлом году этот же фестиваль, правда с другим названием «Жемчужина на Волге», собрал больше 10 тысяч гостей. Летом 2016-го ожидается еще больше. Та концепция, которая сегодня была представлена, она подразумевает несколько иной подход. Это такая постоянно действующая интерактивная площадка, которая, по сути дела, зрители – это не только зрители, но и непосредственные участники действия. То есть это некие малые архитектурные формы и возможность поучаствовать в их создании. Это программа типа «Пермского чердака», которая в прошлом году была представлена, когда вся семья, дети, вместе с родителями обязательно участвуют тоже в создании каких-то художественных, условно говоря, художественных произведений. Предварительный фестиваль пройдет с 3 по 5 июня. Точные даты определят к середине мая. Тогда же появятся и путеводители, в которых можно будет найти расписание и карту площадок. Мариана Мирная, Григорий Плешаков. События. Мариана Мирная, Григорий Плешаков. Мариана Мирная, Григорий Плешаков. Продолжение следует...